Я обычно, когда мочалки вяжу, я меряю. У меня лежит заготовка или вот как раз кусок мочалки там старой. И я вот так вот мотаю, раз померил, раз померил. Если пролазит, чувствую легко. На, это еще можно подмотнуть. И мотаю столько, покуда влезет. Если намотать слишком много ниток, то первые ячейки, если она очень трудно будет у вас пролазить, ваш челнок, то первые ячейки, первые рядки, там сколько, два, три, пока не смотаете количество нитки, вам тяжело будет проплетать. Она с трудом будет проходить. Дальше все пойдет. Но зато вам на большее количество ячей хватит одной намотки, одной заправки челнока. Дальше я вам хотел бы еще одну штуку показать. Сейчас возьмем кусочек нитки, отрежем. Этот же человек меня в свое время научил, как перехватывать, когда вы плетете какое-то длинное изделие. Вот вы сидите у стола, изделие короткое. Вам плести удобно. Плетете метр, два, от стола все дальше, дальше. И вот вам уже совсем неудобно становится вязать. Что делается в этом случае? Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, вяжете вы какое-то изделие. Здесь у вас крючок расположен. Вот вы проплели, вам уже неудобно становится. Делаете вот такое вот колечко из прочных ниток. Обычно делается из тех же, что плетете, или еще попрочнее шнурок. Собираете свое плетеное изделие как можно ровнее, чтобы у вас вот такого перекоса не было. Рядочек за рядочком, рядочек за рядочком должен быть. И делаете обычный узел прусика. То есть вот так вот пару раз пропускаете. У вас получается узел прусика, схватывающий это узел. Применяется в альпинизме. Я вот арбористикой занимаюсь, с сыновьями в арбористике очень широко применяется. Видите как вот, вы на рядок схватили и затянули этот узелок. Все. Вот вы вешаете дальше. Укоротили. Погнали дальше. Проще. Я ничего не встречал. Не надо ничего продевать. Не надо ничего изощряться. Вот. Простое колечко. Этих колечек обычно делаю 2-3, чтобы вам не снимать вот это предыдущее. Обычно, когда сеть плетете, у вас там мотовило большое. Значит, сплетенный конец вы на это мотовило наматываете. Одеваете новое колечко. Дальше сюда плетете. Проплели. Третье колечко повесили. Первое, то или второе уже можно снять. И дальше будете вешать. И так бесконечно можно. Вот это то, что я хотел сказать. Но, в принципе, еще не показал, как дубовым узлом плести. Сейчас подготовлю, покажу. Пока выключаю.